Всем привет, с вами Циринь Евгений, с вами мы будем писать морской пейзаж. Я буду использовать масляные краски, но не обычные, а водоразбавимые. Или как их еще называют водорастворимые. Это краски от Brauberkart Premier. В данном случае у меня два набора. Здесь тубы по 18 мл, а здесь 37. И конечно отдельное спасибо за большую тубу белил. Масло и вода на первый взгляд понятия несовместимые, но благодаря специально измененной формуле масло теперь может соединяться с водой. Brauberkart один из первых брендов, который сделал водоразбавимое масло доступным для российских покупателей. Набор он стоит от 400 рублей. Западные аналоги в несколько раз дороже. Для этой работы нам потребуется следующий набор цветов. Это белило титановое, желтое темное, охра желтое, оранжевое, кадми красный, красное темное, синее темное, циррулюм, сиена жженая, ум прожженая и черная слоновая кость. Ладно, давайте начнем с того, что просто затонируем наш картон. Чтобы убрать вот эту белую поверхность, которая нам будет мешать. Поэтому берем сиену жженую, ум прожженую. То есть, как обычно, я люблю писать именно на таких теплых подложках. И вот так вот аккуратно берем и растаскиваем. И вот как раз здесь мы можем и добавить воды. То есть, берем просто вот обычную воду аккуратненько немножко. И все хорошо у нас как раз вот растворяется. И мы сейчас найдем именно такую нужную и правильную консистенцию. Дальше мы переходим к рисунку. То есть, опять же, берем нашу сиену умпру. Но уже идем чуть на утемнение. Но сохраняем теплую гамму. Итак, анализируем наше изображение. И что мы здесь можем увидеть? Например, линию горизонта. То есть, она у нас будет чуть выше середины. То есть, мы можем как раз к этому привязаться. То есть, мы должны как бы анализировать и понимать, видеть какие-то закономерности, за которые мы можем зацепиться. Также вот эта вот гора, которая идет сверху, она пойдет у нас вот по какой-то такой траектории. И здесь вот будет движение уже вверх. В общем, какие-то такие моменты, которые хорошо считываются. Ну и дальше мы можем наметить, собственно, вот эту вот лодку, которая находится где-то здесь. То есть, вот так вот постепенно мы начинаем как бы отсекать определенные зоны. И только потом доходим до какого-то уточнения. Вот это движение мы можем поискать. Наверное, чуть поспокойнее оно будет. И также нужно понимать то, что вот здесь вот сверху будет тоже определенное пространство. Там будет вода, поэтому мы как бы себя вот так вот ограничиваем со всех сторон. И с правой стороны вот здесь вот будет подниматься некий мыс. Такой достаточно вытянутый. И он как бы закладывает некий характер. Плюс у лодки будет движение наверх здесь. И чуть выше будет располагаться еще одна лодка, которая будет уходить от нас. И вот здесь сверху тоже она будет прослеживаться. Так, на дальнем плане у нас будет город. Также здесь у нас будет вот эта вот башня. Это очень интересная такая характерная особенность. Ну и как бы по ритмам она хорошо здесь смотрится. Вот здесь у нас какое-то такое движение пойдет вовнутрь. И красный дом будет располагаться где-то вот в этой зоне. С левой стороны у нас пойдет от башни некий такой каскад зданий. Но там уже достаточно мелкий модуль. Я думаю, что мы будем там все стилизовать. Ладно, давайте займемся лодкой. Я бы еще даже сдвинулся на утемнение. Чуть-чуть можно черного добавить. Вот и добавим немножко воды, чтобы сделать консистенцию чуть более жидкой. Так, ну вот этот край меня устраивает. Вот это вот пространство до низа, наверное, хочется все-таки чуть увеличить. Но вот это движение наверх, оно должно присутствовать. Вот это мы пробиваем часть. Также здесь характерный момент. Вот этот, как мыс поднимается. И вообще сама пластика и конструкция лодки, она достаточно интересная. По краю у нас пойдет такая полоса темная. И это, опять же, хорошая такая выразительная особенность, которую мы подчеркиваем. Там у нас будет какой-то мотор на дальнем крае. Вот навесы какие-то здесь или буйки. В общем, вот это мы нарисуем чуть попозже. Я думаю, сверху и сейчас нет смысла это рисовать. Вниз пойдет отражение. То есть приблизительно оно будет столько же по массе занимать, как и сама лодка. И вторая лодка пойдет выше. То есть вот мы чуть ее сдвигаем. Также в этой правой лодке есть некая конструкция. То есть там какой-то имеется навес. Он такой вот светлый. Не очень хорошо то, что он уходит в край. Поэтому все равно мы будем некий акцент сдвигать сюда ближе к середине. Также какие-то теневые большие пятна я бы немножко сразу увел в тень. Поэтому берем большую кисть. Еще немножко добавим воды. Добавим из черного. Вот. И я бы, наверное, вот сразу затонировал вот эту тень. Отражение лодки. Также от дальней лодки мы можем утемнить вот это место. Да. Вот эта вот стена на дальнем плане тоже пойдет в тень у нас. И вот этот дом красный. Вот в принципе и вся правая часть, она будет у нас вот так вот уходить в тень. Давайте начнем с неба. Для этого возьмем белила, ультрамарин и немножко охры. То есть вот здесь хорошо как раз видна консистенция краски. Она ничем не отличается от классического масла. И вот так вот аккуратно перемешиваем. И можно даже немножко смуститься сюда вот в сиену, чтобы цвет немножко усложнился. Ну и давайте, наверное, еще ультрамарина добавим. Пускай он будет в верхней части посинее и поактивнее. Опять же, любой цвет мы смотрим по месту. То есть вот сажаем его, смотрим, как он здесь работает. Потому что цвет создает именно среда, окружение. На палитре он может смотреться как угодно. В нижнюю часть у нас кулер будет чуть-чуть высветляться. Вот опять же, чтобы сделать хороший мазок, кисть должна быть наполнена. Небо я пишу достаточно большой кистью, поэтому расход краски здесь соответствующий. И вот такими большими горизонтальными мазками укладываем. Я бы прямо вот эту верхнюю часть прошелся бы достаточно смело. Вот. И здесь то же самое. А вниз мы будем немножко высветляться. Поэтому добавляем еще белил. Еще немного ультрамарина. Но это достаточно плавный должен быть ход. Вот. Здесь мы можем показать силуэт вот этой горы. Прижимаемся именно к ней. То есть у нас задача подчеркнуть ее. И вот здесь вот видно, что мы немножко высветлили цвет. Так. Здесь мы опять продолжаем вот это вот движение. Там есть некий выступ. Но я думаю, что мы пока его оставим достаточно в таком спокойном состоянии. Я думаю, что лучше мы его сделаем, когда будем писать именно вот это вот горное образование. Да. И вот так проходим. Опять же, вот этот момент смаза. То есть я всегда как бы стараюсь контролировать, насколько много видно вот этого подмалевка. Потому что если будет много, то будет некое такое разрушение и нестыковка. Поэтому тут нужно ловить такую допустимую грань. Ну и когда мы работаем с пейзажем, мы должны помнить про такую тему, как плановость. То есть у нас есть передний план, то есть некий центральный объект, через который мы как бы раскрываем нашу картину. Есть второй план, третий. И суть в том, что как только мы сдвигаемся туда вдаль, у нас теряется цвет и теряется тональность. Все туда уходит. То есть там уже возникает воздушная перспектива. Цвета не такие яркие и не такие контрастные. И в общем мы должны даже усиливать этот эффект. Поэтому мы сейчас займемся вот этой горой. И нужно учитывать то, что она у нас совсем далеко. То есть мы ее делаем легче. Она должна быть у нас темнее, чем небо. Но это достаточно такой тонкий момент. Поэтому берем ультрамарин, берем этот холодный красный и будем делать что-то такое фильтоватое. Вот, может быть немножко черного даже добавить. Главное не переборщить с ним. Но опять же надо смотреть по месту. Давайте вот именно сюда мазнем. Ну в принципе, да, он сидит убедительно. И мы можем вот так вот пройти. Здесь мы можем прижаться вот так к верхней части. Обойти здесь вот эту башню. Но я бы не оставлял бы вот эту вот границу на краешке. Потому что она очень активно, мне кажется, будет читаться. То есть все там должно быть достаточно мягко. И здесь мы тоже прям прижимаемся к этой башне. Не надо все замазывать. Где-то надо оставлять протоки. Вот эти вот промежутки между мазков. Чтобы сиена там светилась. Потому что это как раз хорошо. Опять же, я сейчас, ну как бы стараюсь соблюдать рисунок. Но если где-то заезжает, то ничего страшного. То есть все это исправится в процессе. То есть я постоянно чередую работу большими мазками и маленькой кистью. Где-то мы наводим прям такую графику. Так, вот этот выступ мы как раз сейчас можем обозначить. Вот пусть он вот как-то так будет. Ну и в принципе здесь уже с левой стороны у нас будут какие-то дома. Также вот эта зона, наверное, я ее буду пускать больше в зеленый. И здесь у нас будет появляться. Но опять же не такой активный. В общем, не надо замазывать как бы все машинально. То есть мы все очень избирательно и вдумчиво делаем. Дальше я бы занялся цветом воды вот здесь вот за лодками. Это достаточно такой активный цвет. Он у нас по тону приблизительно попадает в горы. И его достаточно много. Я думаю, что нам следует его сразу проложить. Он тоже у нас будет относиться к таким холодным. Опять же мы его поведем через ультрамарин. Ну вот еще добавим такого вот более активного циррулиума. Может быть немного черного, чтобы усложнить. То есть все мы должны как бы приспосабливать к нашей цветовой гамме. Ну и немножко даже желтого можно добавить. Потому что вода идет с таким отливом в зелень. Ну и может быть даже не желтого, а охра. То есть это очень такой тонкий цвет. Тонкое цветовое сочетание. И его нужно, конечно же, поймать, найти. Закончился ультрамарин. Мы его сейчас добавим. То есть внимательно следите за красками. Если у вас что-то заканчивается, то нужно сразу добавлять в палитру. Иначе цветовые сочетания будут меняться. Ну давайте посмотрим. То есть я буду его делать вот сюда вот к лодке. Да, мне кажется, что-то такое. Но может быть, наверное, еще чуть-чуть черного. И чуть-чуть тепленького. Хочется его, наверное, чуть посложнее сделать. И вот сюда сделан такой мазок. Вода очень красивого такого цвета. Ну можно прям где-то еле-еле вот так вот не промазывая до конца. Чтобы подмалевок у нас просвечивал. Ну и, наверное, вот здесь мы можем прям сделать несколько таких вот достаточно уверенных мазков. И где-то, может быть, даже вот подчеркнуть крайные ошелотки. До конца я бы его не делал. Еще я бы его пробил бы вот в этом месте. Потому что тут у нас идет какое-то высветление. В общем, постепенно раскладываем такие большие отношения. И активные значимые цвета. И, наверное, вот куда-то сюда тоже я поставил бы такой мазок. Потому что все равно он у нас пробивает там этот цвет. Также вторая лодка у нас довольно активного цвета. То есть там пробивает практически чистый ультрамарин. Я думаю, что надо его тоже вот прям сейчас заложить. Потому что это такой важный цвет. Он должен присутствовать. Потому что он будет влиять на общую гамму. То есть если мы его возьмем достаточно активно, нам нужно его где-то потом добавлять, чтобы он смотрелся убедительно. Так же я немножко добавляю циррулема. В общем, чтобы чуть-чуть его сделать. Может быть даже поярче. Внимательно смотрим на референс. Вот где-то он у нас здесь будет. Это синий. И вот даже вот сюда мы можем его выпустить. Да, то есть он у нас сразу начинает работать. Такой прям активный цвет. Вот. По сравнению с ним сразу у нас цвет воды подсаживается. И город. То есть все сразу становится сложнее. Ну и теперь я думаю, нам нужно положить вот этот цвет на переднем плане. Потому что до этого мы проходили по каким-то средним тонам. И сейчас, чтобы дальше ориентироваться, нам нужен камертон. То есть нам нужен цвет, к которому мы будем дальше выстраивать вот эту вот шкау. То есть смотреть какие-то средние, темные. В общем, давайте пробьем именно свет. Свет у нас будет такой вот солнечный, теплый. Поэтому мы будем его мешать через оху, через желтый. Вот. Ну, может быть, не такой активный. Может быть, чуть-чуть там добавить черный, чтобы чуть-чуть все-таки усложнить его. И я его не буду делать в полную силу. То есть всегда я к светам отношусь очень аккуратно, чтобы потом иметь возможность их высветлить. Я думаю, что вот опять же куда-то вот сюда мы должны положить такой вот достаточно теплый свет. Может быть, еще даже немножко высветить. То есть вот куда-то сюда. И уже относительно него нам становится понятно, что есть темные, что есть средние. В общем, такой важный момент. Также вот эта внутренняя часть лодки, она у нас там тоже делится на свет и тень. И если свет мы будем гнать в тепло, то тень мы тоже можем проложить. Но ее мы будем уводить именно в холод. То есть будем работать опять же с тепло-холодностью. И здесь нам нужно сделать что-то такое фиолетовое, чтобы это достаточно так вот контрастно и интересно смотрелось. Да, поэтому мы берем холодный красный. Да, и вот, наверное... Да, какой-то такой холодок. То есть вот желто-охристые, фиолетовые. Исключительно на контрасте. Вот, и может быть даже вот так вот. Ну и теперь относительно этого цвета мы можем понять, какой цвет у нас будет в тени. То есть это тоже белый, но он находится в теневой части. Плюс будет ловить вот эти вот рефлексы от холодной воды. Вот, и собственно именно для этого мы ставили сюда такой вот светлый камертон. Итак, у нас тень будет такая вот холодноватая. Поэтому мы смотрим, что у нас здесь есть. Берем большую кисть. Может быть еще даже белил добавить. Наверное, я его сместил бы больше в фиолетовый. Потому что у нас такое вот зеленоватое окружение. Зеленовато-синеватое. И не очень хорошо, если как бы все у нас будет через синьку сделано. Поэтому я думаю, что мы добавим немного вот такого холодного красного. И чуть-чуть как раз его запустим в фиолетовый. Но давайте посмотрим. То есть вот куда-то сюда. Я подчеркиваю вот эту вот линию. То есть она как у нас там есть. Ее я и буду держать, потому что зачем два раза как бы перерисовывать. Здесь у нас будет увеличиваться вот это вот расстояние. Также мы можем подчеркнуть вот эту вот линию. И туда вот в сторону мы можем его немножко менять. То есть туда он может, допустим, уходить уже в более какой-то зеленоватый. Можем даже чего-то такого потеплее добавить. Чтобы какая-то игра все равно там шла. Например, вот здесь вот. Можем немного добавить темной графики. То есть вот лодки, они же там окрашены. И, соответственно, у переднего плана здесь вот идет полоска. И также у второй лодки там по краю идет какая-то темная такая практически черная полоска. Но мы будем ее делать больше, наверное, через коричневую. Но я думаю, что время ее ввести как бы и показать такую графику. Где-то вот она здесь пойдет. Но опять же надо смотреть вот нажим. Насколько там надо. Я бы все-таки чуть, да, вот так вот поактивнее сделал. То есть она не должна быть там супер четкой. Потому что все-таки она дальше, чем лодка на переднем плане. Но какая-то твердость там должна быть. И также у нас вот здесь пойдет эта линия. Плюс нам надо немножко срезать. То есть вот эту вот плоскость я слишком сильно открыл. Вот. Соответственно, здесь она пойдет у нас. И можно сделать даже какой-то намек там на мотор. Плюс темная полоска пойдет по дальнему борту. Итак, поделали передний план. Надо переключиться на задний. То есть мы постоянно вот так вот бегаем, чтобы глаз у нас не замыливался. Я бы начал именно вот с этого здания. Оно какое-то такое вот у нас серо-фиолетоватое. В общем, у нас сейчас задача будет подсадить именно дальний план. Сделать его, как бы раскидать его по цвету. Но в то же время он должен быть спокойнее, чем он есть сейчас. Значит, я бы пошел через какой-то черно-фиолетовый. Он такой достаточно сложный. Но опять же он средний у нас по тону. Ну давайте посмотрим. Может быть даже еще чуть больше черного. Там именно такая у нас большая тень. Плюс в нижнюю часть он будет у нас утемняться. Дальше я думаю, что нам нужно ввести вот эти вот розоватые, красивые. Чтобы там появился какой-то цвет. Поэтому мы возьмем красный. Красный холодный. Вот. То есть вот это центральное горизонтальное здание, оно у нас будет такое более активное и темное. А вот здесь будет более такой чистый цвет. Давайте, да, вот сюда. Может быть даже немножко посветлее. Да, вот так вот. И где-то здесь у нас тоже розовый там какой-то пробивает. Я знаю, что многие хотели бы писать масляными красками. Но у кого-то останавливает отсутствие мастерской. Кто-то переживает из-за едких запахов. Потому что растворители, лаки, тройники. Все это достаточно токсично. У кого-то непереносимость. У кого-то даже аллергия. И я думаю, что водоразбавимые масляные краски стали бы отличной альтернативой. Они обладают всеми свойствами классических масляных красок. Отличная консистенция, цветовые качества, глянцевый финиш. И при этом практически не имеют запаха. И теперь вот этот розовый намешаем. Он у нас посветлее. Даже, наверное, я его чуть-чуть бы сместил бы. Значит, возьмем вот этот красный. И там какая-то теплота у нас появляется. Поэтому я добавлю туда сиену жженую. Ну, опять же, нужно понимать, что там у нас будет воздушная перспектива. Там все должно быть мягче. Плюс там идет у нас некий каскад такой. Будет форма чуть-чуть срезаться. И мне кажется, что это как раз вот хорошо. Да, вот так вот. Чтобы чуть там как-то поинтереснее было. Там должна быть какая-то игра тоже своя. И вот этот розовый мы можем, опять же, куда-то посадить и сюда, на передний план. Чтобы все, опять же, переплеталось. И я вот вижу его где-то вот здесь, кстати. Вот сюда бы. Я бы добавил так вот аккуратненько. Ну и дальше, пока у нас на кисти вот этот красноватый, мы можем положить и свет сюда. То есть у нас вот этот вот дом, он разбивается на свет и тень. Только свет мы будем уже уводить в тепло. Поэтому добавляем белил. Добавляем вот этого желтоватого. Вот. Но он не должен быть там супер активным, потому что все-таки это дальний план. То есть мы все время должны делать на эту поправку. Что там воздушная перспектива. И, соответственно, все должно быть уже мягче. Итак, смотрим. Может быть, даже еще чуть поспокойнее. То есть я вот искусственно подсаживаю. И я делаю мазок сюда, а смотрю именно вот на это место. Потому что, ну, нужно еще понимать, что здесь мы будем увеличивать контраст. Но все равно я думаю, что слишком там активно. Чуть вот так вот поспокойнее. Да. И где-то там в верхней части. Вот. И теперь берем другую кисточку. И нам осталось закрасить вот это пятно. И как раз мы его будем запускать именно в зеленый. Как я и говорил. Так. Берем ультрамарин, царулевым. И, может быть, да, прям желтый добавить. То есть нам нужно, чтобы там где-то проскочил такой намек на зелень. Но вот к этому розовому у нас даже достаточно спокойный цвет будет уходить в зеленые оттенки. Ну вот, не знаю, насколько его надо темным делать. Я думаю, что все-таки, наверное, чуть посветлее. Хорошо перемешиваем. Вот. И сейчас будем смотреть. Ну, наверное, да, там должна какая-то такая зеленушка появиться. Немножко. Очень деликатно. Так же зелень у нас появится вот здесь вот. Она уже будет более такая уверенная. Поэтому мешаем желтый ультрамарин. Да, наверное, вот что-то такое там, да, должно проскочить. То есть здесь уже как бы идет ближе к нам. Ну, и вот здесь у нас тоже появляются какие-то такие вот зеленые оттенки. Итак, давайте переключимся на передний план. Я немного почистил палитру. То есть когда палитра взрастает, нужно убирать все лишнее, чтобы у вас всегда была возможность сделать как бы нужный замес. Итак, будем делать вот эту вот тень. Она очень важна. Вот, и нам нужно мешать такой какой-то сложный, зеленоватый. Берем черный, берем цирулиум и немножко охра. Ну, давайте попробуем вот куда-то сюда. Да, это такой прям вот активный, сочный цвет. Он должен здесь где-то прям присутствовать. Вот. Также он у нас как бы вот это вот отражение, оно неоднородное. Оно где-то у нас будет достаточно прям такое темное. Вот. И для этого нужно иметь прям отдельную кисть. То есть я прям специально подготовил кисточку. В данном случае я просто хорошо ее вытер. Но, в общем, это важный момент, чтобы не попадало туда белило. Здесь мы можем прям вот как бы чуть утемнить. Даже чуть ли не практически черным вот таким сделать. То есть подчеркиваем, у нас до этого немного сливалось. А сейчас мы опять поднимаем вот этот контраст. Также я бы куда-то вот сюда бы вынес. То есть чуть можно как-то вот чуть посвободнее вот это все так вот растащить. Ну и от дальней лодки точно так же у нас будет вот этот насыщенный цвет воды. То есть его хочется сохранить, потому что он очень важен в данном случае. Да. Ну, может быть, даже здесь вот не оставлять. Немного тепла можно добавить. И опять же, я бы чуть-чуть здесь вот так вот растащил, потому что нам предстоит здесь сделать какие-то такие вот движения, имитирующие рябь воды. Поэтому думаю, что вот что-то такое здесь надо сделать. И вот это место очень важное. Я бы его прям еще чуть-чуть подчеркнул бы. Да. И здесь важно вот это вот направление. А здесь у нас, может быть, чуть больше цвета появится. Синий тоже достаточно быстро заканчивается. Поэтому периодически приходится поддавливать. Вот в этом месте я все-таки еще бы чуть высветлил. То есть там хочется такого цвета. Вот. И может быть даже немножко белил добавить. И вот даже вот так, да, чуть пошире. То есть это намек как бы на вот этот борт, который достаточно светлый, он же отражается. И может быть даже чуть пошире вот так вот протащить туда. Ну и здесь у нас придет высветление такое. Сначала вот это будет средняя зона, она будет достаточно теплая. То есть опять же через цирулиум, через охру и белило. Может быть даже черного. То есть черный я зачастую использую для того, чтобы просто чуть подсадить цвет, чтобы он был немного посложнее. Ну давайте посмотрим. Ну может быть даже, наверное, еще чуть похолоднее. То есть да, здесь какая-то должна идти такая как бы игра. Так же вот в этом месте у нас там появляется прям тепло такое. Где-то прям достаточно активное. А сюда мы будем прям выводить на такой холод. То есть это прям хорошо заметно. И мы берем, значит, белило. И в большей степени ультрамарин. Может быть даже черного. И еще белил. Ну и давайте посмотрим. Наверное, еще чуть темнее. То есть здесь опасно пересветлить. Тогда будет логика утеряна. Я все-таки добавляю больше черного. И делаем акцент именно вот сюда вот. Немножко где-то протаскиваем. В общем, наша задача создать такую иллюзию водной глади. И с этой стороны все будет точно так же. Ну и вот здесь вот именно на переднем плане, то есть я делаю прям такие специально сильные мазки, сильно нажимаю. Да, и все-таки не замазываю вот эти вот маленькие огонечки подмалевка. Большую часть работы я веду достаточно пастозно, то есть на переднем плане я всегда нагружаю большими сочными мазками. И тут очень важна консистенция краски, то есть она не должна быть очень жидкая. Я специально показываю вам крупно, чтобы вы видели, что водоразбавимая краска от Врауберг ведет себя точно так же, как классическое масло. Я думаю, что если бы я вам не сказал, что пользуюсь водоразбавимой краской, то вы вряд ли бы догадались. Потому что чисто визуально это очень сложно отличить. Ладно, продолжим с передним планом. Значит, там нам нужно, я думаю, пробить вот эту вот полосочку, которая подчеркивает форму лодки. Я думаю, что ее нужно сделать через что-то такое теплое, но вот немножко чего-то и холодного надо добавить. В общем, усложняем цвет. Значит, мне хочется подчеркнуть вот здесь где-то. Она тоже там будет такая неоднородная. Вот сюда бы я ее там чуть утемнел, может быть. И также важный момент, это вот эта вот носовая часть. То есть там идет какой-то такой интересный элемент вытянутый. И мы опять же его подчеркиваем. Также вот здесь немножко хочется подрезать форму у этой лодки. То есть чуть мы сделали больше, чем нужно. Вот здесь я бы, наверное, немного срезал бы. И может быть чуть-чуть утемнел бы вот эту линию. То есть она там светится, а нам это не совсем надо. То есть туда должно как бы все уходить. А вот здесь в средней части, наоборот, будет небольшое такое высветление. Но очень аккуратное и достаточно нейтральное, поэтому больше черного там должно быть. Ну и опять перейдем к световой части. То есть ее хочется опять же немножко высветлить. Итак, форма там будет чуть поинтереснее. То есть там такой вот как бы резной мыс. Вот сюда сделать как бы такой некий упор. И значит там намек на какое-то место, где сидят. Здесь. И соответственно вот в этом месте тоже. То есть немножко графики просто необходимо добавить, чтобы это все вот так вот оживилось. И важно это вот именно на таких стадиях делать. Может быть даже еще чуть подчеркнуть здесь. И даже как-то вот так вот. Вот такие вот графические элементы, которые сразу зажигают. Также на дальней лодке мы положили вот этот ультрамарин. Он достаточно обобщенный. Но это скорее теневая часть. Там есть и свет. Вот и свет пойдет в теплоту. Поэтому мы берем синий с рулем. И туда опять же добавляем белила. Немножко желтоватого. Немножко охры. То есть там сейчас вот должен такой вот пройти цвет, который будет чуть более теплый. И значит вот он где-то будет вот здесь вот у нас как раз. Да. То есть мы его кладем вот в это вот темное окружение. Чуть-чуть вот так вот подчеркиваем. Также на этой лодке есть определенный декор. То есть вот там висят какие-то буйки. И мы их можем изобразить. То есть все это добавляет какого-то интереса. То есть у нас достаточно много здесь пространства воды. И соответственно где-то мы должны добавить графику. Иначе смотрится пустовато. Вот. Нам нужен темный цвет. Для этого мы пойдем через ультрамарин. Добавим еще черного. То есть вот дальний у нас будет иметь даже небольшой такой вот вылет. Может быть даже немножко его там как-то вот вниз направить. Пойдет вот так вот. Средний какой-то. Может быть даже его вот чуть побольше сделать. Еще один. Также нужно сделать намек на мотор. Вот так вот большим темным мазком. Теперь мы обязаны положить туда свет. Чтобы это все смотрелось достаточно убедительно. Он у нас пойдет через какой-то такой вот фильтоватый. Ну, может чуть потеплее сделать. Значит. Да. Что-то такое. И здесь тоже. Плюс. Там с торцевой стороны будут еще какие-то высветления. И их тоже мы должны заложить. То есть все это будет как бы работать. Вот. Раз. Два. Ту дальнюю может быть как-то даже объединить. Ну, в общем, поискать какой-то там такой ритм. Ну, и, конечно, на моторе будет свет. То есть он же тоже у нас объемный. Да. То есть вот раз сразу намного интереснее смотрится. Ну, и может быть вот сюда какой-то такой бличок поставить. Чтобы чуть засветить вот этот опять же элемент. Да. Ну, и теперь мы займемся дальним планом. То есть я бы немного все вот так вот даже обобщил бы. То есть там должно быть как-то все достаточно спокойно. Вот. Чуть хочется прям обобщение какого-то сделать. Вот так вот. Чтобы все чуть-чуть там вот было пока помягче. Вот. Обобщили. Опять мы начинаем раскладывать на свет и тень. То есть у нас вот сейчас вот сливается, да. Вот здесь вот вода и, собственно, эти здания. Но там у нас идет такая тонкая полосочка света. То есть это какая-то там набережная. Вот. Мы должны ее высветлить опять же через охру. То есть нам нужно пробить там вот этот вот свет. Значит, вот куда-то сюда мы можем его положить. Может быть, чуть посветлее. То есть я очень аккуратно. Да. То есть вот так вот мы постоянно переключаемся, чтобы как бы найти некую истину. Вот. Случается отделение сразу. Вода, набережная, потом вот этот дом. Вот уже как бы логика появляется. Также эта полоса у нас пройдет и где-то вот здесь. Ну и в край. В крайнем там вообще особо не надо. Но то же самое вот я бы опять эту крышу бы усилил. Потому что она там есть. То есть может быть ее и чуть потемнее все-таки сделать. Да. Вот так вот чуть поспокойнее. Может быть туда чего-то и активного занести. То есть вот этот свет ультрамарин. Я бы его там тоже куда-то вот принес бы. Чтобы там был отклик. Ну в частности вот по такой логике. По диагонали. То есть вот здесь вот у нас идет какая-то крыша. И вот туда можно прям вот эту синьку положить. Достаточно активную. Сюда. Вот. Может быть даже где-то и вот здесь. Чтобы все как-то завязывалось. И вот этот яркий цвет находил как бы ответ. И в других местах нашей работы. Также мы продолжим там работать со светом. Где-то там будет появляться. Такой теплый свет. Я собственно к нему и ставил вот этот вот ультрамарин. Также вот здесь мы можем подчеркнуть. Как бы пропустить свет за вот этой башней. Может быть даже чуть посветлее сделать. Да. Ну в принципе да. И этого будет хватать уже. Также там где-то вот на этом доме тоже будет появляться. Да. Там должна быть какая-то детализация. Но опять же вопрос на сколько. То есть вот все равно вот передний план мы организовали. И там все это должно смотреться как некая поддержка. Ну и свет вот на этой башне. Да. То есть он как-то там должен так пробиваться. Вот. И где-то может быть даже усилить вот этот вот. То есть там много не надо. Именно вот на дальнем плане где-то достаточно прям совсем чуть-чуть пропустить. И уже появится ощущение, что это какое-то объемное сооружение. Ну и немножко графики. Здесь чуть-чуть вот так подчеркнуть. Вот эту линию там, не знаю, причала, пирса. Да. Потому что тут мы задали как бы вот эти достаточно такие правильные линии контрастные. В общем им нужна где-то поддержка. Так. Там тоже вот внутри какие-то там что-то типа намек на какие-то деревья что ли. В общем может там что-то быть такое. Может даже вот чуть сбить эту логику. Намек здесь на какое-то сооружение. То есть вот под крышей будет скорее всего какая-то падающая тень. Также можно сделать прям ну некий намек на прям какие-то окна. Главное, чтобы оно опять же там все сидело. Тут тоже подчеркнуть какую-то там крышу, я не знаю. В общем аккуратно начинаем нагружать это все графикой. Но главное, чтобы она не спорила с передним планом. Вот так же и у этого дома. То есть тоже можно какие-то там окошечки сделать. Здесь тоже что-то такое. Ну и в нижней части там вообще идет какой-то вот такой как будто потемневший фундамент. Также еще важный момент. Я думаю, что надо заложить вот это светлое пятно. У второй лодки есть какой-то навес такой. И его мы тоже должны показать, потому что это светлое такое пятно. И оно важно. То есть мы пойдем с теневой части и сделаем ее через фиолетовый. Она у нас идет где-то вот здесь. То есть можно прям вот так вот чуть позвонче даже сделать. Немножко я еще побегал по деталям. И сейчас в этой завершающей стадии время поставить некие акценты. То есть такие детальки, которые как бы зажигают работу. То есть вот поиграться. Может быть где-то даже с чистыми цветами. Значит куда-то вот сюда на передний фон в лодку я бы добавил. А вот этот практически открытый красный. То есть куда-то вот сюда. То есть какая-то такая вот деталька, которая будет вот так вот гореть прямо. Ну и еще важный момент. Вот такая тонкая графика. Это вот этот вот шнур или трос, за который привязывается лодка. И его тоже хочется сделать. Именно сейчас он должен быть каким-то таким тепленьким, желтоватеньким. В общем светлый на темном фоне. Я это буду делать вот наверное такой кистью. И значит здесь важно поймать вот это вот направление. Вот он пойдет откуда-то вот отсюда. Может быть чуть-чуть даже посветлее. Да. И где-то вот. Тут он засветится. Плюс еще от него будет отражение. Вот отражение уже будет более такое спокойное. Но оно тоже там где-то должно как-то присутствовать. Вот может быть даже где-то там. Да. Вот такая там какая-то извилина идет. Ну и сюда на нас он будет высветляться. Да. То есть это вот все очень сильно оживляет работу. То есть сочетание таких больших крупных мазков и точные выверенные графики. То есть это все приемы, которые отлично работают. Вот здесь может быть даже где-то вот там на дальний край чуть почерпнуть. Ну в общем это надо делать очень так выверенно, деликатно, по месту. Вот где-то даже вот чуть. И все сразу совершенно по-другому начинает работать. Ну и на этом я наверное остановлюсь. Пока я делал монтаж, прошло 4 дня. Работа высохла. Вот вы можете видеть, я дотрагиваюсь рукой. Ничто уже нигде не прилипает. Это немножко быстрее, чем у обычных классических масляных красок. Все цвета остались на месте, ничто не поменялось. Вот. И если мы посмотрим немножко сбоку, то хорошо видно, что работа имеет ровный глянцевый отблеск. Нигде ничто не прожухло. И в целом результатом я доволен. Вот такой получился пейзаж. Я написал его водоразбавимыми масляными красками Browber Card. Всего в линейке есть 4 набора. Вы можете выбрать любой, с нужным вам количеством цветов и миллилитров в тубе. Эти краски также можно смешивать с обычным маслом. Но надо помнить, что водорастворимые свойства будут теряться. Кисти можно мыть обычной водой, они легко отмываются. И намного дольше сохраняют свое рабочее состояние. Вот разбавимые масляные краски от Browber Card вы найдете на маркетплейсах, в интернет-магазине OfficeMag и в канцелярских магазинах вашего города. Все ссылки в описании под этим видео. Всем большое спасибо за внимание. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь на канал. Обязательно нажмите на кнопку колокольчика, чтобы получать уведомления о всех новых видео. И я, как обычно, желаю вам творческих успехов, всего доброго и до новых встреч.